Почему Бог допускает эти переживания, эти болезни, пандемию? Почему мы сталкиваемся с этими проблемами в нашей жизни? Сегодня я приглашаю вас обратиться к словам самого Господа Иисуса Христа, в которых Он в определенном смысле отвечает на этот важный вопрос. Во всяком случае, Христос проливает свет на наше понимание вот этой ситуации. Слова, которые сказал Иисус Христос, Он произнес их в очень ответственный момент своего земного служения и своей жизни на этой земле. В то время, когда Он уже четко и ясно понимал, что очень мало времени осталось Ему быть вместе с учениками Своими на этой земле. Перед самым расставанием с учениками, вы знаете, обычно перед расставанием, длительным расставанием, люди стараются сказать что-то очень важное, что-то самое главное. И вот в этот момент, когда Иисус Христос был очень близок с учениками Своими, когда Он был очень откровенен с ними, Он хотел сказать им что-то очень важное после вечери Господней, прежде чем они пошли вместе в Гефсиманский сад. Иисус обращается к Петру и к ученикам Своим. В Евангелии от Луки мы будем читать 22 глава, 31 и 32 текст. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Посмотрите, друзья, мы можем обратить внимание, что Иисус Христос дважды повторяет имя Симон в начале своего обращения. Это, конечно же, говорит о том особом отношении Иисуса Христа, об особом переживании, которое было у Христа, о том, что Он понимает Петра, Он сочувствует Петру и ученикам. Симон, Симон, говорит он. Сатана просил в нашем переводе. Интересно, греческий глагол «эксэте сато» имеет несколько значений. Одно из значений, которое используется в нашем переводе – просить, настойчиво просить. И еще одно значение – требовать. И вот здесь делается акцент на настойчивом требовании, на просьбе настойчивой. Акцент на том, что Сатана лично заинтересован в том, чтобы просеять учеников. В новом переводе этот текст звучит так. Симон, Симон. Сатана просил, и ему дозволено, в некоторых переводах стоит слово «он добился просеять вас, как пшеницу». «Но я молился о тебе, чтобы ты не потерял веру, и когда ты всем сердцем обратишься к Богу, укрепи в вере и братьев твоих». Это перевод Института перевода Библии в Заокском. Но наш вопрос, который мы задаем в этих непростых обстоятельствах жизни нашей – почему Бог допускает трудности в жизни своих детей? Христос дает ясный и четкий ответ. Он говорит – это настойчивое требование врага. Он претендует, он настаивает на проверке веры нашей. Здесь в этом тексте Христос говорит – сатана требовал, он настаивал, чтобы сеять вас, как пшеницу. Здесь Иисус, по сути дела, открывает очень важную истину для нас. Он рисует реальную картину происходящего не только в нашей жизни здесь на этой земле, но происходящего в этой вселенной. В этом мире идет великая борьба. И мы все с вами участники этой великой борьбы между добром и злом. Мы вовлечены в это противостояние между Богом и сатаной. История Иова, которая записана в Слове Божием, очень наглядно и красноречиво показывает нам, как сатана пытается, обвиняя Бога, искушая Иова, поставить под сомнение веру Иова. Он как бы в обвинении Богу говорит – вера Иова проявляется потому, что ты оградил его, ты подкупил его, как бы говорит он. И далее Господь дает ему эту возможность, это право испытать веру Иова. И мы все знаем историю жизни Иова, как очень быстро сложности, переживания, несчастья одно за другим в жизни Иова стали буквально сыпаться на него. История Иова очень наглядно показывает нам, что источник бед и несчастья в нашей жизни – сатана. Он требует проверить веру нашу. Бог не причиняет нам трудности в нашей жизни. Виновник наших страданий и болезней – это враг Божий. Это его стремление, это его попытки через трудности жизни, через неудобства, с которыми мы сталкиваемся, через болезни увести нас от Господа, разочаровать нас в вере. Он требует, он настаивает, говорит Христос, он обвиняет Бога в несправедливости. Вот ты оградил его, ты защищаешь его, поэтому он служит тебе. Проверь его веру. Посмотри, будет ли он верен тебе. И иногда Господь позволяет этому произойти. Итак, сегодня Иисус Христос отвечает на этот вопрос, который волнует нас. Почему происходят трудности в нашей жизни? И Иисус говорит, мы не можем понять и объяснить причину этих переживаний, трудностей и болезней, если мы не учитываем контекст великой борьбы. Только понимая тот факт, что мы вовлечены в это вселенское противостояние между Богом и его противником. понимая тот факт, что сатана через эти трудности, через эти болезни, через эти страхи пытается оторвать нас от Господа, разочаровать нас в вере. Только тогда мы можем понять, почему происходят эти несчастья в жизни нашей. Только в контексте великой борьбы мы можем понять происходящее в нашей жизни сегодня. И это первое, что говорит Иисус Христос. Второе, что говорит Христос. Христос говорит о том, что сатана истинный виновник болезней и страданий на этой земле. Однажды Иисус Христос, описывая деятельность сатаны, говорит о нем, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 текст, называя его вором. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. В то же время, говоря о себе, о Боге, Христос говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иисус ясно и определенно говорит нам, что Богу не доставляет удовольствия допускать нам сложности и трудности в жизни. Но иногда Бог позволяет в ответ на настойчивое требование, настойчивую просьбу сатаны, позволяет испытаниям произойти в нашей жизни. Иисус говорит, сатана требовал и ему позволено просеять вас, как пшеницу. Просеивание. Что это такое? На самом деле, речь идет о процессе очищения пшеницы. Во времена Иисуса Христа крестьяне это делали таким образом, что на открытом пространстве, там, где был ветер, они подбрасывали пшеницу в воздух, может быть, используя сито или какой-то другой сосуд, подбрасывали пшеницу в воздух, и пустая шелуха выдувалась ветром, а наполненные зерна оставались в этом сите. Друзья, просеивание – это не очень приятный процесс. Это испытания, это удары, это трудности, в которых проверяется наша вера. И вы знаете, мои дорогие братья и сестры, когда мы встречаемся с открытым противостоянием нашей вере, это мобилизует нас. Мы собираемся внутренне, мы настраиваемся, что будем отстаивать Божьи принципы. У нас есть этот духовный стержень, и мы так мобилизованно подходим к этому испытанию. Я думаю, что в жизни каждого из нас были такие ситуации, когда мы сталкивались с открытыми трудностями и стояли перед выбором. Я вспоминаю, в моей жизни, наверное, наиболее яркий такой опыт был, это армейская служба, когда пришлось стоять перед прямым вызовом вере, перед угрозами, когда пришлось стоять и говорить о том, что я хочу остаться верным Богу. Это было нелегко, но во всяком случае было понятно, что идет борьба и нужно остаться верным Богу. Это просеивание. Конечно, это просеивание. Но просеивание – это и страдания, с которыми мы сталкиваемся, это пандемия, это, наконец, самоизоляция, это испытание нашей веры. Помните, друзья, слова Христа? Вот сатана просил, настойчиво требовал, чтобы просеять вас, проверить веру вашу, насколько вы преданы Господу, насколько вы близки Господу, насколько искренне готовы служить Богу, невзирая на трудности и ограничения. Вы знаете, друзья, мы можем по-разному относиться к тому, что происходит сегодня в нашей жизни. Кто-то, наблюдая за всем происходящим, ругает власти за эти введенные ограничения и говорит о том, что это нереальная проблема, на самом деле ситуация раздутая, на самом деле все не так страшно. Другая группа людей впадает в другую крайность, находится в стрессе, в страхе, в переживании о своем здоровье. Но когда мы размышляем глубоко над вопросом, почему Бог это допускает в нашей жизни, мы можем ясно и отчетливо увидеть для себя Божий ответ. Это проверка нашей веры. Это испытание. Это, если хотите, очищение веры нашей, возможность укрепиться в наших личных отношениях с Господом нашим. И вот когда мы так оцениваем происходящее, когда мы так мыслим о том, что происходит в жизни нашей, это помогает нам по-другому, с доверием Богу проходить через эти испытания. Встречаясь с трудностями, нам всегда нужно помнить слова Христа. Сатана просил, чтобы просеять вас, как пшеницу. И вы знаете, друзья, просеивание происходит не только в трудностях, и не только в открытом принуждении отказаться от веры в Бога. Гораздо более коварное просеивание когда все в нашей жизни спокойно, когда мы находимся дома, может быть, даже на самоизоляции, но дома, просто сидим дома, нам ничего не угрожает. Есть еда, есть тепло, есть все необходимое для жизни. И в такие моменты мы искушаемы расслабиться, заснуть духовно. И часто мы теряем духовную бдительность. мы искушаемы не уделять достаточно времени для того, чтобы быть с Богом, чтобы общаться с Господом. Мы не всегда настроены даже на то, чтобы читать Слово Божие и молиться. Теряется наша духовная ревность в служении Богу. Все хорошо, ничего не меняется, день от дня, мы просто сидим дома. В таком состоянии наш разум расположен к тому, чтобы принять какие-то ложные взгляды, ложные идеи. И враг рода человеческого тут как тут. Он искушает нас. Под видом различных новых взглядов мы искушаемы часто принять какие-то ложные учения, ереси, которые уводят нас от Бога. И случается так, что человек, который многие годы сохранял верность Богу, вдруг отказывается от своей веры, изменяет Богу и предает церковь. Вы знаете, когда Иисус Христос говорил о признаках своего пришествия на эту землю, мы упоминали уже в Евангелии от Матфея в 24 главе, Он много перечисляет признаков предшествующих Его явлению на эту землю и говорит всякий раз это еще не конец, но подводя итог всем этим признакам, всему тому, что Он сказал о том, что должно произойти накануне второго пришествия Его в этот мир, Иисус Христос делает вывод и призыв обращает к нам. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Бодрствовать. Что значит бодрствовать? Конечно же, не спать, но не только это. Греческий глагол Григорео, который переведен у нас словом бодрствовать, имеет такие значения. Сторожить, бодрствовать, стоять на страже. Это слово имеет религиозный оттенок. Быть на страже веры, охранять вероучение, охранять принципы истины от посягательства извне и изнутри. Я думаю, что мы знаем такой исторический факт, что многие представители римно-католической церкви, Папы Римской, они любили брать это имя, Григорий, этим самым заявляя, что они те самые люди, которые стоят на страже, отстаивают, защищают принципы истины. Иисус Христос говорит нам, говоря о признаках второго пришествия, призывает нас бодрствуйте. Это призыв быть на страже, быть чуткими к тому, что происходит вокруг нас и в нас самих. Нам нужно стоять на страже своей веры. Нам нужно наблюдать, как происходящее вне в этом мире влияет на нас лично и на нашу веру. Нам нужно стоять на страже, чтобы не позволить внешнему влиянию этого мира разрушать нашу веру. Я думаю, друзья, что вы согласитесь со мной, что состояние мира, общества, все, что происходит вокруг нас, оно влияет на нас, оно оказывает влияние на нашу жизнь. Как вы думаете, положительное или отрицательное влияние? Конечно, чаще всего отрицательное. Нам нужно бодрствовать, нам нужно стоять на страже нашей веры. Как незаметно мы привыкаем к тому, что происходит вокруг нас. И это входит в нашу жизнь и часто изменяет ее не в лучшую сторону. Дорогие мои братья и сестры, очень важно нам размышлять над тем, как мы проходим это просеивание, это испытание нашей веры. Как мы проводим это время на самоизоляции, сидя дома, чем мы заняты. Сколько времени, подумайте об этом, сколько времени мы посвящаем телевидению, интернету, сколько времени служению, уделяем ли мы время тому, чтобы читать Слово Божие каждый день, уделяем ли мы время тому, чтобы перечитывать книги Духопророчества, которые укрепляют нас в вере, как важно нам для себя решить, может быть, за это время, когда мы находимся дома, еще раз перечитать Библию, еще раз перечитать эти великие и важные книги, которые говорят о жизни Христа, желании веков, великая борьба, как важно нам стоять на страже, веры нашей. Подумайте, какие мысли, какие побуждения в нашем сердце, когда мы находимся в таком положении. Местница Божия пишет вот такое свидетельство. Я видела народ Божий, переживающий сильное просеивание. Некоторые братья, имеющие сильную веру, в вагоне и души взывали к Богу. Я видела, что некоторые люди не участвуют в этом душевном борении и мольбе. Они казались равнодушными и беспечными и не сопротивлялись окутавшей их тьме, пока не скрылись из виду в густом облаке. Молящиеся продолжали ревностно взывать к Богу, и время от времени их озарял луч света, исходящий от Иисуса, чтобы воодушевить их и осветить их сердца. Как важно нам с вами быть такими людьми, ревностно стоящими на страже своей веры, тех принципов, которые Бог открыл нам в Слове Своем. Апостол Павел увещевает нас такими словами, послание к Ефесиным, 6 глава, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских и противостать день злой и все преодолев устоять». Вы знаете, сегодня довольно часто мы слышим такую фразу, и люди говорят, после пандемии мир изменится, мир будет другим, жизнь будет другая. Вероятно, вероятно, многое поменяется в нашей жизни, нам нужно будет поменять какие-то наши привычки, что-то в образе жизни нашем изменить. А что с верой нашей? Сохранится ли она? Окреплет ли наша вера, пройдя через испытания? Вы знаете, наверное, самый важный вопрос, который мы должны задавать себе сегодня. Каким я выйду из режима самоизоляции в плане веры моей? Иисус Христос говорит нам, Он предостерегает Петра и предостерегает нас с вами о том, что нас ожидают испытания веры, поскольку мы находимся в великой борьбе. Второе, что говорит нам Христос о том, что Сатана источник всех несчастья и бед в жизни нашей. Он попытается использовать трудности, болезни, пандемию, самоизоляцию, разрушать веру нашу, оторвать нас от Господа Иисуса Христа и разочаровать нас. Но третье, самое важное, что в этих словах произнес Иисус Христос, обращаясь к Петру и обращаясь к каждому из нас. Он говорит это сегодня тебе и мне, дорогой брат и дорогая сестра. Он говорит я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Говоря эти слова Иисус с надеждой смотрел на Петра. Он так хотел укрепить веру Петра. Сегодня Иисус Христос с надеждой смотрит на тебя и смотрит на меня. Он говорит ты устоишь. Ты пройдешь через эти испытания и укрепишься в вере. Друзья, Христос на нашей стороне. Он молится за нас. Он защищает нас и поддерживает каждого из нас в этих непростых обстоятельствах. Мы с вами можем сегодня с уверенностью смотреть в будущее потому что Христос с нами и Он говорит я молюсь о тебе чтобы не оскудела вера твоя. И даже если ты разочаруешься и даже если ты подобно как Петр однажды упадешь в вере ты можешь обратиться ты можешь вновь укрепиться ты можешь вновь восстановить свои отношения с Господом и идти дальше укрепляя других в вере. Вновь Вестница Божия говорит если бы мы верили свою беспомощную душу Христу Он восполнил бы наше неведение своей мудростью нашу слабость своей силой нашу бренность своим неприходящим могуществом. Петр пал потому что он не подозревал о собственной немощи он считал себя сильным но Петр был восстановлен благодаря тому что Христос бодрствовал над ним Сатана не мог противостоять всемогущему заступничеству Христа молитву которую Христос вознес за Петра он возносит за всех смиренных и сокрушенных сердцем Христос сегодня обращается к каждому из нас обращается к тебе и ко мне переживающим сложности жизни находящимся в этом режиме самоизоляции уставшим от этого состояния Христос говорит Сатана требует чтобы просеять вас чтобы испытать веру вашу но я уверен в тебе я молюсь о тебе я уверен что ты устоишь ты победишь потому что я с тобою и ты сохранишь веру свою это призыв Иисуса Христа к каждому из нас призыв бодрствовать призыв быть на страже призыв устоять и победить в искушении и укреплять наших братьев и сестер в вере в Господа нашего Иисуса Христа Господь близко укреплять